Приветствую вас, а вам мой ответ, скорее всего, не понравится, потому что он будет из других критериев, которые я считаю важными для ребенка, вот, и, соответственно, я не ожидаю, что вы со мной согласитесь, все же надеюсь на то, что хотя бы подумайте о том, чтобы, если не полностью, то хотя бы частично реализовать то, о чем я сейчас попытаюсь вам сказать. Благо, ответы других коллег, я полагаю, удовлетворят вас больше, если вы не готовы кардинально менять свои позиции и отношения. Во-первых, то, что произошло с вашей дочерью в школе, это, безусловно, неприятно. Но сейчас тот критический период, тот критический момент, когда ребенок учится брать ответственность за себя и за свою безопасность. Поэтому очень важно, чтобы вы, с одной стороны, не вмешивались в то, что происходит с ребенком, чтобы вы не демонстрировали ребенку, что она может в случае чего обратиться к маме, которая в случае чего поговорит с преподавателем и все решится. Потому что это лишь подкрепит негативный сценарий поведения у ребенка и лишит ее, к сожалению, возможности дальнейшей защиты самой себя. Это такой момент. Следующий момент, очень важный, это то, что проблема вашей дочери в том, что она боится преподавательницу, не решится переводом в другой класс и не решится разговорами с преподавателем. Наоборот, если об этом узнают другие школьники, другие одноклассники вашей дочери, то за это ее, вероятно, станут еще больше как-то притеснять и еще больше станут на нее давить. Потому что тот ребенок, на которого вы, образно говоря, помялитесь, ну по сути станет просто такой своего рода жертвой. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что если вы хотите для своего ребенка добра, если вы хотите для своего ребенка добра, то вы постараетесь помочь ей учиться себе. Защищать. Потому что под подобных ударов можно и нужно уборачиваться, можно и нужно давать сдачи, можно и нужно как-то вот демонстрировать свою собственную самостоятельность и умение себя защитить. Защитить. Вот. И даже в драках в принципе ничего плохого нет. Ну не в таких драках, которые вы описываете, а именно вот в классических таких потасовках ничего плохого нет. Вот. Знаете, какая штука, какая штука. Поэтому я думаю, что примерно так можно вам ответить. То есть то, что вы хотите сделать, то, как вы хотите решить проблему, проблему вашей дочери и ее социальной в целом адаптации ни в коем случае не решить. Наоборот, дочь сейчас ведет себя как жертва. Вы в некотором смысле ведете себя так же как жертва, потому что учитель сильный, властный, женщина в годах Светлана. То есть есть агрессор, это преподаватель и девочка, которая ударила, значит, вашей дочь. И есть соответственно жертва, вы и ваша дочь. Вот. Соответственно это треугольник Карпмана, можете изучить. И из треугольника Карпмана, то есть из позиции жертвы нужно выходить, приняв личную ответственность и уча дочь также принимать эту самую личную ответственность. За себя. Дальше. Страх перед учительницей нужно рассмотреть в контексте либо детского психолога, либо, значит, ну, вам самой. Потому что учителя бояться не нужно, а драки это, еще раз повторяю, драки с детьми, ну, между детьми это, если не совсем нормальная история, то не такая уж не нормальная. Как по-другому учиться себя защищать. Вот. Так что я за то, чтобы ваш ребенок не терял самостоятельность. Я за то, чтобы ваш ребенок оставался способным себя защитить и оставался способным самостоятельно решать свои проблемы. Вот. И я сторонник того, что я вижу в этом жертвенную позицию у вашей дочери, которая стала возможной благодаря некой ситуации уже в вашей семье. Потому что вот кое-какие выводы, пусть их не оформленные, можно сделать из того, как вы описываете учителя. Да. Это сильный, властный, тщеславный человек. И вы говорите, как подъехать к учителю. Но ведь не учитель несет ответственность за ребенку. Это самая главная ошибка, которую допускают родители. Ребенок сам отвечает за свое поведение в школе. Учителя отвечают только за обучающий процесс. Вот и все. Так что, возможно, приезжать никому не нужно. Но это зависит, конечно, от вашей точки зрения Елены Сергеевны. И тут уже вам решать. Что касается того, как правильно сказать, то никак. Таких слов нет. Нет правильных слов. Есть слова, передающие чувства и готовность другого человека их услышать. Все. Такая вот история. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...